Ветераны вермахта и эсэсы ведут поиски. Не секрет, что черные копатели часто занимаются заказами из Германии и за оговоренную плату ищут для неравнодушных потомков данные, награды, документы, личные вещи, о их сгинувших на Восточном фронте дедах и прадедах. Бывает, что копатели, найдя личные жетоны и награды, сами выходят на родственников, почитавшего военнослужащего вермахта. Это давно стало нормой. Первый ищет информацию и память, а для вторых это просто хобби и бизнес. Интересно другое. Оказывается, большую популярность стали приобретать заказы по поиску прошлого от ныне живых и здравствующих немецких ветеранов. Недавно наткнулся на заметку о неком Курте Блаумайстере, исследователе и историке немецкого происхождения, который принимает необычные заказы и занимается для бывших солдат вермахта поиском в России и на территории Украины. Что же они ищут? А точнее, кого? Самому Курту уже хорошо за 60, а его клиентам под 90 и больше лет. Но вдруг уже на закате жизни в немецких дедушках проснулась сентиментальность, и они платят Курту за поиски незаконнорожденных детей, которые у них могли остаться на территории бывшего СССР. Курту данная тема близка, и он занимается этим не только ради денег. Родился Курт в Берлине. Появился на свет в результате короткого романа его матери и советского офицера. Единственное, что он знает о своем отце, это имя Владимир или Володя, как говорила мать. У Курта не сохранилось даже фото своего отца. В 1948 году мать вместе с ребенком переехали в США. Пока Курту повезло найти только двоих сыновей немецких солдат. Один проживает в Выборге, а второй в Тихвине, где я живу. Обоим уже за 70 лет, и знаться они со своими немецкими папами они не желают. Оно и понятно, один из небрачных детей немецкого вояки сам узнал о тайне своего рождения уже в зрелом возрасте, всю жизнь считая, что его отец партизан и подпольщик, который погиб борясь с нацистами. Престарелая мать незадолго до того, как покинуть этот мир, открыла мужчине правду о его настоящем отце. В оккупированной немцами Нарве жила в проголодь с маленьким ребенком на руках старший брат. Младенец заболел, нечем кормить, нечем лечить. Немецкий ефрейтер поставил ультиматум и сказал, что даст хлеб и сгущенку, если она будет приходить к нему. Ради ребенка согласилась. Щедрость немца малыша не спасла, он так и не поправился. Когда мать поняла, что ждет еще одного ребенка, то от немца в Нарве и след простыл. Нарва была освобождена советскими войсками 26 июля 44 года. Видеть немецкого папашу мужчина не желает, а на то, что у ветерана вермахта проснулись отцовские чувства, ему плевать. Ведь это не роман и не интернациональная любовь. Поступок немца он считает гнусным. Почти то же самое, если он бы взял его мать насильно. Понять мужчину можно и нужно, а вот на что рассчитывал немец после стольких лет? На добрую переписку? Хотел поделиться сыном воспоминаниями о славных деньках? А может он надеялся на теплую встречу? Думал, что ему бросится на шею сын, про которого он вспомнил спустя более чем через 70 лет? Или может быть это просто банальное любопытство? Не так важно, что хочет немец. Гораздо важнее, что узнавший горькую правду о своем рождении мужчина, хотел бы ее забыть. Да не получается. Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok